Если бы не начало спецоперации российской армии в конце февраля, Украина напала бы на Донбасс в марте 2022 года. Это подтверждают документы, захваченные военными в ходе операции. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Коношенкова, в наше распоряжение попали секретные документы командования Нацгвардии Украины, которые подтвердили подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе. По словам Коношенкова, секретный приказ командующего Нацгвардией Украины генерал-полковника Балана был адресован начальникам Северного Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Национальной гвардии. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «Операции объединенных сил на Донбассе». В соответствии с ним с 7 по 28 февраля 2022 года необходимо было организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы и переподчинение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Это было подготовкой к тому, чтобы впоследствии обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской операции объединенных сил на Донбассе. В Министерстве обороны России подчеркнули, что особое внимание в секретном приказе уделялось тщательному отбору бойцов. Обращаю внимание, целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить наглядную агитацию информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией. Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения боевых специальных задач нацгвардейцев, показывающих неудовлетворительные результаты психологического тестирования по критерию готовности к риску. В Минобороны также напомнили, что западные СМИ множество раз трубили о том, что у киевского режима отсутствуют планы вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик. Однако оригиналы секретных документов однозначно доказывают лживость этих заявлений. Продолжение следует...